А вот пример того, как легко и законно заработать немалые деньги, на этой неделе показал предприимчивый амич Роман Рудаков. Он оформил авторское право на одни из главных городских символов скульптуры Любочки и Степаныча. И теперь грозит тем, кто использует их изображение в коммерческих целях судебными исками. Моя коллега Светлана Еловнарова выяснила, как это вообще стало возможно и можно ли теперь смотреть или фотографировать самые известные скульптуры города. Пять лет, снимок за снимком, фотохудожник Владимир Кудринский собирал этот альбом. В нем его лучшие работы со всех уголков региона. Сборник «Омские маршруты» издали к 300-летию города. Теперь его пришлось снять с продажи. Создателя требуют 8 миллионов рублей. Все из-за трех снимков. Наоборот, должны как-то делать и показывать вот эти фотоальбомы, открытки, что у нас есть красивые улицы, красивая архитектура, какие-то малые формы. А мы как-то теперь, я не знаю, даже с опаской этого фотографировать или не фотографировать. Оказалось, что самые популярные скульптуры Омска стали частной собственностью. Еще в январе омский предприниматель Роман Рудаков перекупил исключительное авторское право на известные скульптуры. Комплекс авторских прав условно можно разделить на две части. Первое – личное неимущественное право. Оно навсегда закрепляет за скульптурой имя ее создателя. Второе право исключительное. Оно дает возможность распоряжаться образом скульптуры с целью заработка. Например, печатать их изображения на сувенирных магнитах и футболках. На фоне этих судебных тяжб большинство мечей интересует вопрос, а можно ли вообще фотографироваться со скульптурами? Так вот, если вы сделаете снимок с Любочкой и опубликуете его в своем инстаграме, никому платить не нужно. Закон не нарушен. Но если вы являетесь производителем, к примеру, шарфов, сфотографируете Любочку в нем и выложите это в аккаунт, через который продаете шарфы, в этом случае заплатить авторские отчисления придется. В большинстве случаев, если скульптор создает памятник для города, в договоре заказа четко прописывают, после передачи из вояний исключительным правом распоряжается мэрия. Но в далеких 90-х, когда Любочку и Степановича забирали из мастерской, этого не сделали. Тогда право обладания, ну не было такого вообще, когда еще и закон, то не было такого об авторских правах. И не было задачи такой, ну и никто не заключал какие договора на эту тему. Объяснить, почему поступили с этим законом в администрации не могут. А Рудаков тем временем намерит судиться с каждым, кто решит использовать изображения популярных скульптур. На сегодняшний момент парадика такова. Мы заходим на сайт, видим фотографию, и за эту фотографию законодательство мы можем просить. А это значит, что всем предпринимателям вскоре придется убрать с полок магазинов всю продукцию с изображением скульптур. Хозяину сувенирной лавки Андрею Осипову недавно адресовали иск на 1 миллион рублей. Он намерен его спорить, ведь по мнению бизнесмена, одно дело требовать не распространять контрафакт, другое – получить компенсацию, несоизмеримую с доходами от продажи. Нам надо, наверное, торговать лет 20 вот этой продукцией, чтобы только вот исковые требования его купить. Я считаю, что Любочка и Степаныч придают определенную известность нашему городу, нашей области. В начале этой недели суд по интеллектуальным правам признал фразеологизм «Тамбовский волк» народным достоянием. А действия предпринимателя, зарегистрировавшего право на бренд, недобросовестной конкуренцией. Впрочем, авторы художественных произведений вольны поступать со своими правами как угодно. Если бы, к примеру, режиссер Георгий Данелли осудился с каждым, кто использует символику комедии «Мимино», он стал бы уже миллиардером. Открытки, напитки, детская одежда. В Омске даже есть ресторан с одноименным названием. Он мне сказал, такую лишнюю неприязнь я испытываю потерпевшему, что кушать не могу. Светлана Еловнарова, Антон Щетинин, Константин Демиденко и Сергей Степанишин. Омск. Здесь.